Ребята, всем привет! Перед вами 12 урок курса про пиано. Это курс фортепиано и музыкального развития для взрослых. Я продолжаю ознакомить вас с интересными композициями для фортепиано легкого и среднего уровня, в деталях которых вы уже можете спокойно разбираться и самостоятельно после первых нескольких уроков курса про пиано. Сегодня мы поработаем над новой композицией для вашего пианистического репертуара. Это рыбецкий зефир. Для тех, кого заманила кружка кофе с зефирками на картинке видео, я сразу отмечу. Это не о том зефире сейчас пойдет речь. Мы будем облекать в музыкальную форму теплый западный ветер, дующий с побережья Атлантического океана, начиная с весны. И начнем по традиции с предварительного анализа. В начале определим тональность при ключе 4 диеза, фа диез, додиез, соль диез, редис, что уже сокращает наш выбор до двух тональностей, ми мажор и до диез минор. Но утверждение первого мажорного варианта очень четко здесь прослеживается. Это и движение по нотам тонического трезвучия ми, соль, ми, соль, диез, си, соль, диез, ми. А также в последнем такте утверждение основной тональности таким же ходом по тоническому трезвучию и их объединение в один аккорд ми, соль, диез, си. Думаю, доказательность более и не нужна, тональность ми мажор, значит все ноты фа, до, соль, ре, которые мы будем встречать, становятся диезами по умолчанию, если нет знака отмены или другого встречного знака альтерации. Идем дальше. Размер 4 четверти, но вас может смутить такое количество 16 нот, причем на одну четверть. Не по 4 шестнадцатых, как это полагается, а неожиданно по 6. Нечего паниковать. Это секс-столь, деление длительности на 6 частей вместо обычных 4. Значит, вместо 4 шестнадцатых в одну четверть нужно вместить 6. Левая рука движется исключительно четвертями, ярко иллюстрируя, где именно такт. Где именно такт, на 4 доли. И еще красным я отметила левую руку, если вы в первых двух тактах ее потеряли, она там, где штили вниз. Просто можно было написать в левой руке скрипичный ключ и перенести все эти ноты на нужную строчку, но, видимо, чтобы показать единство одной фигуры и шестнадцатых внутри нее, композитор принял такое решение внешне указать на то, что они с четвертью левой руки одна линия. Одно целое, неделимое, как дуновение ветра. Желтым для самых внимательных, в кавычках, я отметила смену ключей, а то можно забыться и наковырять там такого. Поэтому, если композиция нравится и собрались вы ее разбирать, обратите внимание на спрятанные, но, конечно же, не специальные, такие вот задания на внимательность. Красным я отметила аппликатуру. В правой она меняется два раза, в правой две позиции, по сути, первый, третий, пятый, третий, первый, и первый, четвертый, пятый, четвертый, первый. Левая рука ведущая, в ней тема, а не в правой, которая только гармоническое фигурационное заполнение, рисующая ветерок, рисующая вот такой вот колыхань. Уделите левой побольше внимания, основная мелодия очень красивая, чуть позже вы убедитесь в этом. Кто впервые попал на мой разбор, цифрами в кружочках я всегда отмечаю порядок пальцев, то есть отмечаю аппликатуру. Далее, настроение композиции текучее, оно легкое, оно воздушное, и поэтому, естественно, мы не видим здесь ярких аккордов, мы не видим глубокого форта от плеча. Основной динамический план от пиано до мецафорта с внутренними увеличениями и уменьшениями громкости в силу усиления и уменьшения силы теплого ветерка. Поэтому немаловажным, а скорее самым главным будет следить за ровностью арпеджированных фигураций вправо, без стычков и толчков, глубоким погружением левой руки при исполнении отдельных нот мелодии, но надо помнить о том, что фигура-то целая, мелодия влево выделяется, но акцент, проставленный над нотами, не резкий, а он глубокий, он мягкий. На второй и на четвертой строчке в левой руке вы увидите сфорцанда. Сфорцанда – это такое внезапное динамическое усиление, то есть акцентирование, но в данном случае оно скорее несет в себе гармоническую функцию, пока звучит ответ в верхнем регистре, поэтому он более выделяется на фоне других нот левой руки. Ну и перед показом левой и правой рук и их соединением обращу ваше внимание на педализацию. Вашей художественной задачей, скорее задачей вашего музыкального слуха в целом, будет добиться своевременной смены педали, чтобы гармонии не накладывались одна на другую. В одном такте они меняются до четырех раз. На второй и четвертой строке педаль держится по такту, а не на каждый аккорд, как на первой и третьей строчке. Теперь давайте приступим к разбору отдельно руками. Левая рука без педали со счета. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Теперь правая рука без педали, также со счетом. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А теперь соединяю обе руки и обобщаю на практическом показе все вышесказанные предписания. Субтитры создавал DimaTorzok На сегодня у меня все. Ноты всех композиций, которые мы будем разбирать, я оставлю бесплатно в фотоальбоме в моей группе ВКонтакте. Если вы хотите иметь свой индивидуальный репертуар, занимайтесь по одной из двух планах схем проведения уроков. Ссылочку на схему проведения уроков я оставлю внизу в описании к этому видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok